В школах планируют вновь ввести форму. В конце 2012 года президент России высказался за возвращение в школы единой формы для учеников и предложил регионам рассмотреть этот вопрос. Требования к одежде школьников уже разработаны. Закон вступит в силу с 1 сентября этого года. Но готовы ли учителя, ученики и их родители к таким нововведениям? Узнаем в нашем следующем репортаже. Как говорится, все новое – это хорошо забытое старое. Школьную форму носили наши бабушки, дедушки, родители и были вполне довольны. В 1994 году обязательное ношение формы отменили, и тогда школьники в полной мере смогли проявить свою индивидуальность. Изменилась не только одежда, но и прически, манера поведения. Сдержанный и классический стиль перешел в откровенные, а порой даже вызывающие наряды. Одежда в наше время стала своеобразной визиткой, по которой можно определить достаток человека, его предпочтение в музыке, а порой и религиозную принадлежность. Для многих это стало нормой. И единственным выходом из этой ситуации стало возвращение школьной формы. В республиканском проекте закона уже описаны единые требования. Сама школа устанавливает три вида одежды обучающихся. Это повседневная одежда, парадная одежда и спортивная одежда. Одежда обучающихся должна соответствовать утвержденным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. Внешний вид должен соответствовать нормам делового стиля и носить светский характер. В половине школ Чувашии форма уже существует. Менять ее необходимости нет. Закон это тоже учитывает. В остальных совместно с родителями и детьми разрабатывают общий вид школьной одежды. Ее цвет – фасон. При этом будут учитываться материальные затраты малообеспеченных и многодетных семей. Школа номер 48 уже во всеоружии. Дизайн формы разработан и одобрен. Каждый класс носит свою неповторимую одежду. Это очень приятно, когда вся школа ходит в своей форме. Тем более каждый класс, каждый родительский комитет выбирает сами форму. Они учитывают там все свои мнения. Мы не говорим о том, что школа должна носить один эскиз. Вот продумали и носят они один цвет, один фасон. Нет, здесь выбирает каждый класс. Конечно, у нас идет борьба со старшеклассниками. Пока этот процентный состав у нас держится. И мы надеемся, что с 1 сентября наши старшие классники придут уже в школьной форме. Производители уже готовы облачить школьник. Но немного опасаются ажиотажа в конце августа. Поэтому призывают родителей заранее подумать об этом. Татьяна Филатова, Николай Яковлев, Республика.